Да, Евгений, добрый день, добрый день, Евгений. Добрый день, добрый день. Очень рад тебя видеть, давно не видел. Послушай, я вот только сейчас разговаривал, и мы встретимся с Сергеем Зориным, в следующий раз тоже сделаем запись, потому что всем нам надо сейчас объединяться, людям творческим, за плечами которых уже многое что стоит сделанного. Да, и Станислав Мюллер, у которого город талантов, мы его тоже пригласим сюда, и мы тоже с ним запись сделаем, потому что нам сейчас нужно противопоставить вот этому засилью искусственного интеллекта, который находится во владении тех платформ, которые хотят, ну ты знаешь эту ситуацию, изоляция, коронавирус, все эти неприятности, когда человека лишают способности быть человеком. А мы предоставим противопоставление такое мощное, и мы сохраним разум на планете. Вот, собственно говоря, чем мы сейчас будем заниматься, то есть мы должны все объединиться. Это очень хорошо. Гуманизм – правильная тема, при том, при всей своей, там, ну, может быть, уязвимости, но тема хорошая, тема вечная. Я всегда считал, что Баранкин будь человеком. Хороший был такой мультик. Единственное, что, наверное, мы будем энергично обходить политических и религиозных тем, правильно? Конечно, конечно. Мне однажды сказал очень умный человек, он говорит, у тебя все получится, ты только его не трогай. И показал пальцем наверх. Я сказал, мы не собираемся, просто я хочу сказать, о чем речь идет, когда человек говорит жить с Богом. Имеется в виду вечные человеческие ценности. Это способность любить, это способность творить, это созидать, это чувство бесценности живого, это чувство сопереживания, это чувство сотрудничества. Это и есть вечные ценности. Да. Вот чтобы человек сохранял у себя чувство, что он человек, и есть человек, вопреки всем обстоятельствам. Он мешает ему страх. Он мешает страх, потому что каждый раз, когда он сталкивается с неизвестностью, определенным образом, онкарин у него, шкарил, сосудики используются, сердце бьется, и он в таком диком напряжении. Вот я недавно один человек говорил, у меня девушка любимая ушла. Да, я говорю, что ты делаешь? Он говорит, пью, пью. Это мой сын, ну я завтра ему руки завяжу. Да, отлично, вот ты играешь. Ты же студента воспитываешь, и вокалист, и актера воспитываешь. Вот интересно, вот этот парень мне сказал, я сижу в Бухаево, он мне говорит, а ты, говорит, мне о мироздании рассказываешь, о мироустройстве, надо быть человеком, а у меня, говорит, такой стресс. А я говорю, как ты же можешь снять этот стресс, без того, чтобы пить алкоголь, а просто качать эндорфин, например, наши инструменты, приемы, они помогают снять вот это все, вытянуть от морца. То есть, мы будем заниматься сохранить человека в четверти, да, гуманизм против эгоизма, против выживания, созидания. Да, ты можешь мне в двух словах сказать, что твои студенты сейчас делают? Ну, бывают разные студенты, бывают студенты, с которыми очень интересно, а бывают студенты, с которыми, ну, надо. Вот, слава Богу, есть очень много тех студентов, которые интересны. И я очень счастлив, что мне в жизни на каком-то этапе пришла возможность преподавать в университете. Мне с ними интересно, мне с ними гораздо интереснее, чем со взрослыми людьми, потому что они не испорченные, они светлые, они свежие, они, ну, в общем, с ними интересно. Вот. Чем я с ними занимаюсь? Ну, вообще я преподаю, да? Они сейчас экзамены сдают на изоляции или что там происходит? Да, уже сдали у меня экзамены все в этом полугодии. Вот. Вообще я преподаю психологию театра и психологию музыки. На театральном отделении и на музыкальном отделении. Ну, разумеется, захотелось сочинить свой собственный курс, потому что, ну, есть учебники и неплохие учебники, ну, как-то мне видится, ну, как говорится, королевства маловато, нужно поругаться соседями, ну, в общем, все как положено. Вот. Что-то сочиняется, и при том, я же музыкант по первому образованию, и я очень хорошо изнутри знаю, что нужно для того, чтобы, ну, лучше получалось. Вот. Я поэтому слышал, твой сын уже там на гитаре играет уже, да? Ему сколько лет? Сколько лет? Наверное, 14. Нет, 16. Он четвертого года. Молодец какой. Дай ему Бог здоровья и счастья. И с таким папой, я думаю, он теперь уже, ну, будет таким музыкантом. Я знаю, что ты там ребят воспитывал, которые были и зажаты, и напряженные, и боялись перед сценой выступить, и ты помогал им научиться, чтобы они зажимы эти снимали перед выступлениями. Да. Я где-то читал даже, что у тебя там поют лучше после твоих обученческих уроков. Да? Поют, да? Ну, во-первых, спасибо, работает ключ Алиева очень хорошо. То есть, во-первых, его знали, оказывается, и до меня в университете. Вот. Спасибо, кстати, спортсменам, которые мне этот ключ показали. И, к сожалению, спортсмены серьезнее относятся к этой всей тематике психофизиологической. А музыканты, ну, как-то вот очень понемножку к этому подходят. И очень много психологов спортивных мне показывали, вот это нужно делать, вот это нужно делать, вот это, и среди всего ключ Алиева. И что очень здорово, ни времени, ни места, никаких удобств, никаких железяк, никакого особенного костюма, ничего не нужно. То есть, допустим, ну, что такое вот выступление артиста? Это мы стоим за кулисами или где-то в маленьком коридорчике, где нужно, во-первых, очень много народу, во-вторых, мы там все волнуемся и напрягаемся, и, ну, поприседать или как-то там расслабиться это очень сложно. Но в маленьком коридорчике чуть-чуть мы вот это все сделали. Это очень интересный момент, очень интересный момент, потому что раньше артисты перед выступлением даже немножко грешили, 50 грамм до храбрости, да? Так это всегда было, это, наверное, всегда будет. Вот, ну, вот спасибо. Упражнения тоже, если делаешь хлёст, допустим, или лыжник, или шалтай-балтай по минуточке, это тоже 50 грамм до храбрости, потому что эндорфин качает. Эндорфин качает и... Ну, снимает, снимает напряжение, снимает волнение. Ну, в общем, у меня студенты какие-то пишут вот сочинения на тему, вот я пробовал то-то, 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 и что в результате получилось. И я всегда их спрашиваю, то есть я всегда настаиваю, что, ребята, мне не нужно позитивные, контрольные. Я вам не поставлю выше оценки за то, что вы скажете, что ключ Алиева или там, допустим, техника Александера это супер, и я теперь счастливый стал. Мне нужны критические разборки. Вот, и совершенно честно ребята пишут, что да, это работает. Опора дыхания, звучание, ну, опять же, есть, вот это, это проблема даже, ну, как это вот, это педагогическая проблема. Дело в том, что можно знать, что это работает, и тем не менее, пользоваться этим слабо, мало, или, ну, лениться, как говорится. А вы понимаете, артистический народ вообще, ну, я не могу сказать, что он ленивый, просто там другой подход, это по гему. Да, и люди могут годами сидеть, гаммы, играть арпеджио, быть, ну, очень энергично настроены на профессиональный рост. Но, когда дело касается до того, что нужно поприседать и что-то сделать, то вдруг, ой, я ленивый, или я ленивая. И я ищу всяческие. Вот интересно, Евгений, я хотел тебе сказать, что Станиславский же, как ты помнишь, и Чехов, которые обучали актеров. Михаил, Михаил Чехов, да. Они ведь тоже занимались тем же самым, что и мы с тобой занимались. Да. Они тоже учили людей, актеров, снимать неономочные зажимы. Оказывается, это большая такая петля на человеке, когда он сосвертачивается, особенно перед ответственным выступлением, у него такой напряг и зажимы. И они учили, и вот мне подарили книжку, там Станиславский писал, как постоянно приходится снимать это лишнее напряжение, это действительно такой бич. Жалко, что Станиславский учил это только актеров. Он должен всех учить все наследие, потому что сегодня все в зажатости. Я вот думаю, я думаю, если мы с тобой вместе несколько раз так встретимся, и еще мы соединим, пригласим сюда людей, которые занимаются и актерской деятельностью, и спортивной деятельностью, и выступлениями, и даже с докладами, с лекциями, с чем угодно, то в принципе мы можем вот это вот Станиславского и Чехова как раз таки донести до них более современными инструментами. Ну, конечно, конечно, это очень важно сегодня для каждого. Находить в ситуации страха, в ситуации стресса, как сохранить самого себя, потому что на самом деле свобода – это способность управлять своим состоянием, нервным, психическим напряжением. Правда, Женя? Да. Да, ну хорошо. Ты согласен, что мы с тобой хорошее дело будем делать, чтобы противопоставить человека, человеческий разум, человеческую душу, противопоставить владельцам этого искусственного интеллекта, которые уже начинают немножко некорректно себя вести, из-за чего пошел этот коронавирус, изоляция и все прочее. Надо человеческое поставить против этого. Вы знаете, ну, я патриот города Харькова, ну, без фанатизма, разумеется. У нас был поэт же Борис Чичебабин. У него есть прекрасное стихотворение. Я его не буду читать, но там прекрасные строки. Надо что-то делать. Давайте что-то сделать, давайте что-то делать, хоть непонятно что. Давайте что-то делать, чтобы не сойти с ума. Давайте, ну, что-то делать, и за каждым разом повторением этой фразы он произносит очередные, ну, какие-то человеческие ценности. Давайте что-то сделать, чтобы, 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 что-то. То есть, я понимаю, что мы, может быть, ну, немножечко наивные, может быть, мы для кого-то смешные. Вот собрались, что-то поговорили, а как у нас сейчас принято шутить за все хорошее. Я считаю, что нужно за все хорошее продолжать что-то говорить, потому что для кого-то это непонятно, что есть люди, которые всерьез прожили жизнь и хорошо прожили, и продолжают фантазировать о всем хорошем. Я себя считаю таким человеком, который ничего так прожил и мечтал о хорошем, и, как говорится, не испошлился. Наверное, разговор наш может быть в этом ключе кому-то полезен. Конечно, конечно. Я вообще думаю, чем больше нормальных, я имею в виду хороших людей, добрых людей, отзывчивых людей соединяются сейчас, тем больше это защита против искусственного, против того, чтобы человек был не человеком, чтобы он был просто исполнителем, чтобы он был просто роботом исполнителем. Человек звучит гордо, как говорил Горький, да? Ну, гуманизм, вы знаете, уязвимая система, потому что, в общем, ну это Конфуций, да? Потом, ну чуть-чуть там у греков. Притом у греков это же на фоне рабовладельчества, да? Развитие гуманистической мироощущения. Ну, потом немножечко в... Ну, после средневековья, да? Возрождение, да? Ну, и потом в 20 веке как-то тоже вот... То есть можно говорить о каком-то пунктире человеческом. Вот. Но... То есть я к тому, что это никогда не была превалирующая точка зрения. Была, ну, или религиозная точка зрения, которую я могу прекрасно уважать, но я стараюсь быть человеком. А вот я хочу тебе сказать одну вещь интересную. Великий Шири Арубиндо, который написал книгу «Приключения сознания» или «Путешествия сознания», не помню точно, как называется, который создал интегральную йогу. Да, да, знаю. Он говорил о новом человеке, о новом человеке. Теперь, значит, кто говорил о том гармоничном развитии человека, известный между Востоком и Западом, который он соединял как-то вот понимание... Ну, Оша, наверное, да. И Оша, и еще кто-то там, я забыл, как вот... Бахтин, Гурдяя. Нет, нет, нет. Это Бахтин, Гурдяя, все там. Я имею в виду, что... Ну, кто-то говорил еще о гармоничном человеке. Слушай, а... Ну, Гурджиев, да? Гурджиев, господи, любимыйший мной, авторитетнейший мной. Ну, понятно. Вы же восточный человек. Да. И сейчас говорят о потоке Чизкен Михаил, как человек в любимом деле занимается, входит в поток деятельности, там, чем бы он ни занимался, и музыкант, и актер, и художник, и писатель, и математик. Вот это вот стремление высших умов человечества, говорить о человеке, как бы у меня школа человек будущего, то есть по существу они все говорят об одном и том же. Они говорят о том, что в человеке должно быть как-то, поскольку он состоит не только из души, как говорится, образно, а и тела, у него есть еще тело. Тело, а его все время заставляют и страхи испытывать, и инстинкт выживания, и искушение, и искушение, и поэтому, как вопреки всем этим обстоятельствам, сохраняем в себе высшие ценности человеческие, из чего мы начали говорить, и это является одним из главных стратегических инструментов, который помогает человеку, если он это понял, если он это понял, а понять это можно, только когда общаются, вот нормальные люди между собой по-человечески общаются, другие люди на это смотрят, и тоже вспоминают, какие за ними достижения, да-да, они начинают вспоминать, что именно тогда он совершал подвиг, тогда он лучше рисовал, тогда он лучше выступал, когда он сохранял в себе человеческие качества, вот эти высшие ценности, я тебя прошу, давай мы с тобой в следующий раз поговорим об этом, и дадим какие-то примеры, инструменты, и может быть студентов пригласим, вот ты своих пригласил студентов, а мы своих пригласим участников Школы Человек Будущего, и в конечном счете скажем, гармоничный человек, человек будущего, или то, что говорил Шия Рубин, да новый человек, слушай, слушай, даже была теория льда и пламени в 30-е годы в Германии, когда там думали, что вот луны падают, космос холода встречается с Солнцем, луны возникают, луны падают, образуется новая мутация, и там создавали, это же вообще, многие-многие думали об этом новом человеке, а на самом деле новый человек, и человек будущего, это человек, именно вечные ценности, которые сохраняются во всех обстоятельствах, вот об этом мы поговорим, и инструменты для того, чтобы человек мог сохранять себя человека, снимать стресс, снимать страх, восстанавливаться, потому что 50 грамм для храбрости, это вот короткие действия, снимающие напряжение, а если делать разгрузочные действия, это уже бутылка получается, он сидит, и вот здесь я сейчас скажу главное, сейчас в науке очень большой бум в связи с устройством мозга, о том, что есть так называемое состояние дефолт мозга, дефолт мозга, когда человек не реагирует на постоянные воздействия, а остается погруженный в самого себя, и это такое состояние, когда он какие-то внутренние конфликты дорешовывает, неотработанные действия доделывает, и выходит на какое-то нулевое состояние, мы его так называем в школе нашей, дулевое, нейтральное состояние, и в этом-то состоянии оказывается, он и становится человеком, все опыты, которые у него вырабатываются там в спорте, в актерском мастерстве и так далее, у него сплавляется единое целостное развитие личности, и без этого нулевого состояния человек не может быть человеком, да, потому что, это Маркс еще сказал, это же интересно, что все революции происходят для того, чтобы человек, в конце концов, освободившись от тяжелого труда, займел личное время, да, чтобы он мог подумать, чтобы он подумать мог, потому что человек написан хомо сапис, человек разумный, вот здорово будет, если мы дадим еще опыт и соединим и твою школу, и нашу школу, все вместе, и будем сохранять, и защищать, и развивать человек, и человеческое. Инструменты – это хорошее слово, это очень правильно, потому что одно дело, ну, как говорится, за все хорошее, а другое дело, как его добиться, потому что, ну, знаете, вот, есть человек хороший, там, настроенный на хорошее, но что-то там произошло, там, 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 проблема, там, понятно, что его сбило что-то с пантылыку, как у нас говорят по-украински, сбить пантылыку, вот, и забыл. Знаете, в психологии есть очень хорошая, ну, красивая такая теория у Леонтьева-младшего, пунктирный человек, я ее очень люблю, он говорит, что человек еще не стал из-за обезьяны человеком, он становится, и каждый из нас всю свою жизнь пытается стать человеком, ну, или пытается, или не пытается, но, как бы, приходится пытаться, да, потому что мы-то родились людьми, не червяками, вот, и пунктир имеется в виду, что у него, вот, он, допустим, здесь был человеком, потом здесь был человеком, и вот тут чуть-чуть был человеком, да, а вот эти дырочки между человеком, человеком, ну, как бы, вот, мы себя вели, может быть, ну, недостаточно, где-то там смолодушничал, да, а если человек, вот, с большой буквы, да, то у него пунктир такой, вот, человек, да, потом маленький, потом опять, вот, человек, вот, вот, то есть мы можем, в конце концов, раздвигать этот пунктир, он может быть в большей степени, ну, целостный, но, название человека все равно трудно носить, понимаете? Вот, я хочу тебе сказать, Евгений, всего своего возраста, как раз-таки Леонтьев, о котором ты говоришь, его папа, его папа, академик Леонтьев, был моим близким другом, и он мне сказал одну интересную вещь, что человек часто бывает в состоянии задействованности, задействованности, так сказать, так вот, о чем я говорил, что человек часто задействован, постоянно вынужден реагировать на все сигналы, и он не может оставаться самим собой, и чтобы подумать, чего он хочет, как этого достичь, а для этого нужно как раз-таки дать ему инструменты. Инструменты. Да, да, и мы будем это делать, и хорошо, когда вот мы сейчас выставим это на YouTube-канале, и в следующий раз будем делать в Zoom, и будут подключаться твои студенты, да, задавать вопросы, да, и наша школа тоже будут, участники, задавать вопросы, там, и обмениваться, вот, ну, таким образом мы строим вот этот мост дружбы народов, мост дружбы творческих людей, для того, чтобы сохранить разум на планете, чтобы это было и в Харкове, и в Москве, и в Дагестане, и в Италии, вот так мы и создаем модель нормального человеческого общества, да, нормального человеческого общества. Мне один парень сказал, да, уже давно-давно, его уже нету, он мне сказал, будущее общество будет не капиталистическим, не социалистическим, а человеческим. Вот эта вот мечта, она должна быть в конце концов реализована. Спасибо тебе, Евгений, до встречи, обнимаю. Спасибо. Сыну привет и всем студентам привет. Спасибо. Я очень рад нашему контакту. Будем продолжать, конечно же. Спасибо. Спасибо.